Продолжение следует... Это факт, что жители Великобритании намного чаще сталкиваются с подобными явлениями, чем жители других стран. В Англии призраков можно встретить в коридорах и башнях старинных замков и особняков. Они напоминают молодых девушек в светлых одеждах, священнослужителей, либо королей. После проведенных исследований ученый выдвинул свою гипотезу появления привидений. По его мнению, все эти феномены обязаны своим существованием сильному морскому ветру. Такой ветер способен вызывать звуковые волны, которые человеческое ухо не в состоянии услышать. Однако они рождают у людей зрительные галлюцинации в виде привидений или призраков. Длина подобной звуковой волны составляет 19 герц. А это примерно совпадает с частотой движения глазного яблока. Зрительные органы при этом начинают резонировать, что приводит к тому, что человек видит нечто, на самом деле не существующее. Эта теория как нельзя лучше подходила к Англии, так как британские острова доступны всем ветрам. Мощные порывы ветра частенько ударяли о стены старинных замков, вызывая тем самым звуковые колебания в инфразвуковом диапазоне. А люди воспринимали их в виде неких бесформенных фигур или же конкретных образов. Но что же тогда можно говорить о призраках, которые проявляют себя вдали от морских берегов? Например, в той же казахстанской степи, где неведомая аномалия заставила буровиков свернуть исследовательскую экспедицию. Значит, привидения могут иметь и какую-то иную природу. Некоторые исследователи утверждают, что это, например, может быть неким сгустком энергии, покинувшим бренное человеческое тело после смерти. Может быть, скорее всего, сгусток энергии. У шаровой молнии, допустим, там одна природа этой энергии, у умирающего живого существа другая. Призраки – это проявление и тонкой материи, и это изгусток энергии, и какая-то другая реальность, другая материальность и другая физика, которая дана нам в наших ощущениях. То есть это существа другого мира, то есть мира, который, в общем-то, на самом деле не другой, он просто находится рядом с нами. Он по определению отличный от нас. Во многих легендах, пришедших к нам еще с давних времен, рассказывается о привидениях, появление которых непосредственно связано с выполнением определенной задачи или же какого-то поручения. Некоторые призраки приходят с целью совершить какое-то возмездие или же разоблачить преступника, виновного в убийстве. Другие призраки являются для того, чтобы исправить какую-то ошибку или несправедливость, которая была допущена по отношению к кому-либо из ныне живущих. В любом случае, как считают исследователи, привидение – это метущаяся душа умершего, которая не вознеслась на небеса, а по ряду причин задержалась на бренной земле. Она может заблюдиться во времени, в пространстве. Она может в силу того, что люди, живущие, внесли какие-то помехи. И вот эта душа, субстанция некая, не может достигнуть той точки, куда она должна уйти. И вот начинается блуждание, начинается мщение живущим. Не случайно у каждого народа обязательно, я просто не встречал, объездил, как говорится, весь мир, я не встречал ни одного племени, ни одного народа, у которых бы в преданиях, в легендах не было. Вот рассказы о призраках. Существует несколько разновидностей призраков, а именно – оседлые призраки. Это, в свою очередь, привидения, которые появляются перед разными людьми, но это всегда один и тот же призрак, который обитает в данном месте. В таких случаях создается впечатление, что люди их абсолютно не интересуют, а привлекает их, в свою очередь, именно место, которое они посещают. Стоит отметить, что это могут быть призраки как людей, так и животных. На самом деле, людям являются призраки совершенно необязательно в виде людей. Просто нам удобнее и приятнее, и доступнее, и привычнее видеть какие-то человекоподобные, человекообразные проявления потустороннего мира. На самом деле, к нам также являются различные животные, различные предметы, и тоже в таком же виде, тоже в виде какого-то флера полупрозрачного, покрытого какой-то такой оболочкой. Какие есть еще виды призраков? Например, так называемые привидения-посланцы. Они посещают человека с какой-то определенной целью. Такого рода призраки называются душами умерших, которые возвращаются в мир живых для того, чтобы передать какое-то послание или предупреждение. Обычно они появляются перед семьей покойного или перед его друзьями. В таких случаях призрак разговаривает редко. В основном он отдает предпочтение указывать на тот или иной предмет, либо же передавать свое послание посредством жестов. А есть еще так называемые души живых. Странно это или нет, но многие сообщения о привидениях связаны непосредственно с явлением душ живых людей. Очевидец в какой-то момент видит перед собой призрак родственника или друга, который попал в беду, или же находится при смерти. Сам же этот пока еще живой человек, душа которого внезапно явилась очевидцу, может быть довольно далеко. При этом не исключено, что будет проецироваться и место трагедии. Или только место, но не антропоморфный образ. Такого рода привидения в основном появляются лишь один раз. Дело в том, что в ряде случаев действительно существует представление о том, что в каком-то месте, будь то дом, или место, или местность, произошли некие события трагические или что-то. И как бы сущности людей, связанных с этим местом, с этими событиями, они как бы до конца, не то чтобы ушли на небо, они вот как бы каким-то образом, какая-то их часть запечатлелась в образе неких энергоинформационных структур, связанных с этим местом. Самым первым, дошедшим до нас свидетельством о призраках, является эпос о Гильгамеше, древнем вавилонском предании, которое было записано около двух тысяч лет до нашей эры. Данное повествование изложено на глиняных табличках. В нем рассказывается о герое Гильгамеше и о призраке его умершего друга, который появился в образе человеческой фигуры. Верили в существование привидений и древние египтяне. Призраки у них имели образ неких существ с птичьей головой, которые, в свою очередь, и представляли собой души умерших. Считалось, что это злые духи, которые распространяют разного рода заболевания и имеют способность переселяться в тела животных, занося в них заодно и бешенство. Называли древние египтяне таких призраков Кху. Ну, по-разному они, конечно, называются. Но вот именно то, что умирающий человек, видоизменяющийся, значит, вот его дух или душа продолжает жить на земле. Ну, кто-то там говорит, в каких-то легендах уходит в небеса, в землю, в воды, в деревья, в горы и так далее. Проникает в души животных, живых людей и так далее. По крайней мере, если суммировать легенды всех народов, всех времен, то призрак можно определить так, что это как бы души уже давно ушедших или недавно ушедших людей, которые хотят установить контакты с мером живых и воздействовать на мер живых. Больше всего сообщений о явлении призраков поступает из музеев, которые располагаются в старинных замках, дворцах, исторических зданиях. Недавно в британских средствах массовой информации появилась очередная новость. Опять была замечена активность знаменитого привидения лондонского музея-дворца Хэмптон-Корт. У призрака есть свое имя – Серая Леди. Согласно легенде, это призрак сиделки Сибил Пен, которая ухаживала за королем Эдуардом VI, а также Елизаветой I. В 1562 году мисс Пен скончалась от оспы. Однако спустя три века ее могилу потревожили. После чего живущие в замке люди стали наблюдать появление странных силуэтов и слышать женский голос. С тех пор считается, призрак Сибил Пен все время бродит по дворцу. Привидение попало на смартфон 12-летней школьницы Холли Хэмпшер, которая вместе со своим 16-летним двоюродным братом Бруком Магги была на экскурсии в замке. Это фото было обнаружено в смартфоне на следующий день после экскурсии, а сами подростки с тех пор не могут нормально спать. Дело в том, что как раз современная фотоаппаратура позволяет визуализировать процессы, которые происходят рядом с нами, но которые мы не видим. Вот знаменитая эта история с исследователем итальянским Лучано Бакона, который поставил камеры на одной из гор, там в Италии у них там, насколько я помню, и с помощью вот аппаратуры, которая позволяет снимать в инфракрасном ультрафиолетовом спектре, начал просто снимать в пространство, что называется. И на выходе у него получились там очень много интересных структур, которые невидимы обычным человеческим глазом. Он их там называл условно ангелами, драконами и так далее. То есть существует очень многое, чего глаз не фиксирует. Было бы ошибочно считать, что привидения пугают в основном англичан. В нашей стране тоже эти явления нередки, если судить по сообщениям очевидцев. Так же, как и везде, этих призраков обнаруживают в старинных замках, дворцах и исторических зданиях. В Забайкальском крае есть старинный город Нерчанск. Главной достопримечательностью здесь считается музей-дворец знаменитого сибирского золотопромышленника Михаила Бутина. Не так давно охранники музея стали слышать по ночам чьи-то шаги. Сначала подозрение пало на местного реставратора. Но потом выяснилось, что реставратор уходит вовремя, хоть и последним из сотрудников. И за ним всегда запирается дверь. А шаги между тем все звучали. И даже ощущалось чье-то тяжелое дыхание. Охранникам стало страшно. Эту информацию подтвердил замдиректора музея Александр Литвинцев. Он рассказал, что тоже не раз убеждался в присутствии призрака. Это выражается в скрипе половиц, хлопании дверей, звуках шагов, вздохах. Литвинцев заметил, что всех приходящих на работу предупреждают о существовании во дворце привидения. Сначала люди не верят и смеются, а затем во время своих дежурств сталкиваются со сверхъестественным и пугаются. Некоторые даже потом увольняются с работы. Впрочем, сам призрак совершенно безобиден. Сотрудники музея не знают точно, их привидение это он или она. Из дворца ничего не исчезает, в нем ничего не падает. Призрак живет, так сказать, своей жизнью. Но почему Нерчинский призрак поселился именно в музее? Просто на Земле же есть еще места, например, где эти процессы происходят более интенсивно и менее интенсивно. Соответственно, как бы вот. То есть вот если мы говорим про призраков, ну, банальный пример, призраки на кладбище, да? Ну, это может быть остаточная энергетика. То есть остаточная энергетика вот этих вот мертвых, как бы, так сказать, тел, там, момент перехода души, там, на какой-то иной план бытия. То есть, да, оставки более тонких энергетических структур. Мы об этом ничего не знаем. То есть не исключено, что когда-то дворец Нерчинского золотопромышленника Бутина возводился на месте каких-то древних захоронений. Подобных случаев немало, когда стройка жилья разворачивается там, где раньше было кладбище или капище, или место ритуальных жертвоприношений. Останки захороненных здесь людей уже давным-давно истлели. Но метущиеся души убиенных никак не могут найти себе покоя. И поэтому являют себя в образе людей там, где тяжестью замков и дворцов придавила их могила. Это эфирное тело. Через него просвечиваются, видно предметы другие. То есть, такая неплотная энергия, имеющая определенную форму человека, который был при жизни. В одежде, в котором был при жизни. То есть, матрица этого человека, которая, если свет поставить, как операторы ставят, будет видно. Под другим углом поставить свет, его не будет этого призрака видно. В некоторых случаях призраки оказывают помощь историкам в сопоставлении фактов и восстановлении правдивой картины прошлого. И правильность подсказанных подробностей призраков позднее доказывают исследователи или же найденные документы. Самым ярким примером в данном случае является гибель второй супруги английского короля Генриха VIII, 29-летней Анны Болейн, которая в 1536 году была казнена в результате обвинения в измене мужу. Сначала историки полагали, что процедура казни Анны была обычной для тех времен. То есть, жертву укладывали на плаху, и палач отрубал ей голову. Но позже выяснилось, что с Анной Болейн все было по-другому. В 1972 году проходила экскурсия в замке Тауэр. Там была одна молодая девушка в сопровождении родителей. И во время осмотра места казни Зеленой башни перед взором девушки возникло то, что происходило здесь практически четыре с половиной столетия назад. А именно, королева Анна стояла на коленях, немного наклонившись вперед. Палач с мечом никак не с топором подошел к ней сзади абсолютно бесшумно, чтобы смертельный ужас не охватил жертву раньше времени. Королева даже не успела пошевелиться, как палач взмахнул мечом и одним ударом отсек ей голову. Через пару месяцев несколькими историками было подтверждено, что действительно гибель королевы Анны произошла именно так, как привиделось девушке. Помимо этого, учеными было установлено, что приговор приводил в исполнение известный своим довольно деликатным обхождением с осужденными палач, который специально для этого был приглашен из Франции. Выводы были настолько сенсационны, что многие исследователи начали всерьез задумываться о материальной сущности призраков. Это то, что объясняет существование вот этих потусторонних существ, которые находятся рядом с нами, которые проявляются и являются нам в определенных ситуациях, которые бывают подчас непредсказуемы нами. И то, что они появляются, это зависит от обстоятельств. И этого не нужно бояться, это нужно стараться изучать. Сколько бы ни пытались ученые найти разгадку причины появления привидений, каждый раз рождается множество вопросов, на которые нет ответа. А вот что касается призраков, то они и до сих пор встречаются. Утверждать безоговорочно, что это обман зрения, или действительно гости из потустороннего мира, нельзя. Верить в существование призраков, или отвергать данное явление, это непосредственно право каждого человека.